помните 2009 год на экране появился точнее не появился а появился в новом обличии человек который очень любит покушать повеселиться и поотдыхать это я вот и вы сразу при виде моих сюжетов хотели либо пойти в то место где я кушал либо сбегать и срочно утолить то обильное слюновыделение которое вызывали мои сюжеты помню вкусно все два года прошло я ничего не показывал за редким исключением почему да потому что честно говоря мне стало стыдно да бывает когда я раскручиваю заведение помогаю ему душой телом идеями знаниями и навыками а затем это все дело обкакивается так случилось и вот те заведения которые сейчас рекламируются не просто на бабки попадают потому что ну либо это делает монстры либо это делают те кто просто бабки сшибает и вот наконец такие мы доросли то есть прошлом году этим делом не занимался в этом году захотел восстановить свою былую славу потому что если честно то дискотеки то вел я я являлся идеей и вдохновителем всех вот кафе салтан султан там еще много чего теперь это все мое и теперь это на химчистке мы назвали это заведение закрытый досуговый центр потому что рано или поздно здесь набьется то количество людей которые мне необходимы это будут мои поклонники мои друзья а также те кто хочет просто качественно отдыхать слушать отличную музыку и есть недорогую пищу пить исключительно надежные спиртные напитки так вот здесь сейчас на московская 5 такое заведение есть и она открыта для вас примерно с 6 часов вечера потому что вот мы наберем персонал тогда все будет немножко по-другому с большим удовольствием вам сообщаю что радуйся каждый день точнее радовался каждый день когда вечером проезжал мимо макдональдса заезжал в драйв-ин брал там такой наборчик небольшой гамбургер чизбургер чикенбургер заезжал в другое место брал то что показывать нельзя и спокойненько отдыхал но это было хорошо при этом в итоге сумма выходила ну примерно 113 рублей сытные довольны и никто лучше макдональдса и не приготовить потому что открою вам секрет все наши шашлычные они созданы для того чтобы просто выкачивать бабки волос то есть если вы просто посчитаете 200 граммов мяса которые обвешены естественно и на те 200 с лишним рублей которые это все добро стоит то получается 1000 рублей за килограмм я конечно понимаю что надо там покрывать диаспору там отправлять деньги там тебе и тому брату 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 и всем остальным за счет магнитогорца не совсем правильное заведение поэтому макдональдс и биг тесте 135 рублей плюс 6 магнитса очень вкусно 240 рублей вот только больше я туда не поеду ну точнее когда захочу сильно поеду конечно потому что ну как макдональдс для меня вот едой мы сегодня сейчас вернемся в советский союз и применим американский опыт дело в том что я был в америке и вот то что сейчас у нас развивается но тогда было очень хорошо развитием и кафе советский союз который располагается на московской это предлагает вам наконец-таки окунуться в нормальную атмосферу качественного недорогого питья и еды из супер дискотеки ну в смысле музыкального сопровождения и вот на искомую сумму мы вам сделали такие сэндвичи будем делать еще и посты человек же хочет так что было не по-сиротски а было много это когда-нибудь такую вещь видели ну где-нибудь вам подавали бутерброд с селедкой не тощий бутерброд за 30 рублей а громадный бутерброд на серединном срезе черного хлеба с целиком уложенной восхитительной селёночкой один таким наестся можно легко нежная селка я всегда говорю раньше в селёночке человек себя комфортно чувствовал с одним рублем то есть он приходил в кафешку ему наливали кружку пива хватало на 100 грамм водки и замечательный но не такой конечно бутерброд с селёдкой то есть за рубль человек был сытый здесь примерно то же самое то есть 20 лет прошло просто давайте вспомним в то время бензин стоил 25 копеек рубль по нашему это 100 рублей ну поесть один хороший бутерброд с замечательным чаем не с чаем за 60 за 80 рублей а всего за 15 здесь можно легко но тысячу пять рублей останется мы уже покушали это я плотно так после этого можно было бы что то что не показывать нельзя но здесь можно потому что все свежее и то что показывать нельзя свежее разливное оно появилось здесь мы вам оговорили сумму 240 рублей да понятно теперь плавненько перейдем к тому чего не готовят у нас так это настоящий сэндвич вообще кроить по жизни нехорошо у нас вообще проблема с тем что все краят пиццерия кроит каждая пиццерия использует вы думаете самую дорогую колбасу вы думаете вообще там за что-то платится ну давайте откроем этот сэндвич замечательный помидор кое-что остренькое сыр то есть если вот это все увеличить в объеме в три раза то поймите да вот сколько это будет это получится гораздо сытнее качественнее и свежее чем та пицца которую вам предлагают потому что здесь не края то есть берется самая хорошая и вкуснейшая ветчина очень дорогая московская колбаса ну потому что извините в россии это умеет делаться ну и естественно хороший качественный сыр а не всякая бурдемага еще раз объяснять в пицце после температурного после температурной обработки все вот это бесформенное и соевое преподносит как натуральное ну я не знаю за что вы платите 500 рублей за пиццу нельзя не отравиться настоящий сэндвич ну будучи в филадельфию в 97 году я попробовал в конце апреля рядом с музеем искусства на попробуй я в жизни не переварил бутерброды но после того как американцы приготовили а бутерброд должен быть сочным он не должен вызывать у вас чувство пресыщения хлеба вот где вы код моторский правильный бутерброд то есть толстый слой колбасы и какой-нибудь слой хлеба кто вам такое сделает но настоящий бутерброд сочинка 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 вот здесь на масло в 5 конечно все было бы невозможно без шефской помощи шеф это я ну и хозяин владелец шнец шнец тележурналюк и в общем а что вы хотели в конце концов я же попробовал еду 90% в магнитогорских ресторанах и да я лукавил но что делать было хотя прежде чем показать материал про те рестораны я говорил ну-ка давайте-ка делать и так чтобы не стыдно было в итоге оказалось что вот помощь у меня прошла бесследно то есть ну люди не поняли ну и в результате обратно теперь самолет улетел но у него не свое все да были мы в этой самой Америке были мы потом в других местах и еще скажу раз что вот мы допустим в люксоре кушали мы гамбургер который стоит не 82 рубля а 240 знаете мне это супруге понравилось потому что ну там была действительно большая котлета там было яйцо и много чего я думаю что в следующий раз придется опять в люксор ну тем более там кое-что новенькое сделали возвращаясь к напечатанному это уже не я придумал это полет фантазии то есть мы берем о king size тут вообще можно говорить о том что вы можете заказать себе как вы приготовите то есть хотите побольше колбасы сделаю побольше сыра не проблема мои девочки постарались и сделали бутерброд в смысле настоящую сабмарину только вот с тем еще в Америке нет дело в том что в Америке нет копченых продуктов из свинины из грудинки допустим вам уже охота что-то выпить? тогда выбегите сюда что-то выпить очень хороший аминь да отличный мощный king size теперь про отличное место времяправлажнения вам не надо когда я в течение 10 минут выплет вот все это дело в 9 часов здесь, ну помните кафе Султан, кафе Султан помните я там делал праздник сегодня праздник это здесь здесь установлено то самое оборудование тот самый свет вы можете, если хотите почувствовать себя на концерт есть вот такая услуга ведете со своей флешечкой естественно лицензионной сядете и послушаете как звучать должен этот самый концерт, вы такого не можете дома сделать потому что соседи придут а здесь пожалуйста, ну естественно всегда можно в неформальной атмосфере со мной пообщаться и так наше общение начинается с 10 мая запомните, 19 мая вашему товарищу толстому, некрасивому, неумному необразованному исполняется 39 лет так что попазднуем вместе я естественно в городом одиночестве не могу все это дело организовать дело в том, что я клонировался но моему клону еще год и два месяца поэтому у нас срочно нужны помощники причем мне не нужны девочки с вот такими и вот такими и вот такими кстати я очень хорошо отношусь к пенсионерам они умеют работать и хотят наверняка зарабатывать деньги учитывая мизерную отечественную пенсию поэтому мы не будем гоняться за гендральными гендральными не помню там чего там как это называется короче за сексуальностью персонала мы гоняться не будем мы будем гоняться за тем что называется качество и поэтому я приглашаю сюда официантов и мне очень нужны хорошие повара которые хотят заработать нормальные деньги поэтому я вам сейчас оставляю телефончик вот этот 8 952 526 68 65 это в общем-то мой телефончик звоните пообщаемся если найдем общий язык заработаем вместе денег и накормим магнитогорцев усластим и углажим их такие уставшие души потому что сделать это очень хорошо здесь на химчистке на московской 5 люди едут с цеха покрытия с КАКЦ возвращаются остаются здесь получают заряд энергии ну и вечером сюда приезжают потому что мы хотим работать до последнего клиента